Привет, друзья! Вы видите? Видите, какая красота? И эта красота стоит чуть больше 100 баксов. Отрабатывать себя на все 200. Ну, собственно, что голословить? Если вы включили этот обзор, значит вам точно интересно, что это за зверь такой. Ну, не буду томить. Xiaomi Redmi 8. Погнали. Буквально через 4 дня после заказа телефон был в моих руках. Redmi 8 доступен для покупки в двух конфигурациях памяти. Три оперативки и 32 гигабайта встроенные и 4,64. В моем случае самая бюджетная версия. Что ж, начнем с комплектации. Все просто. Адаптер питания 5 вольт 2 ампера, кабель USB Type-C, и это уже хорошо. Ключик для извлечения слота под карточки, прозрачный силиконовый чехол и набор необходимых документов. Снимаем все пленки и наклейки. Зачем они нам? Дайте посмотреть на эту красоту. Кстати, если вы не хотите смотреть весь обзор, то сейчас на экране для вас главные технические характеристики. Делайте скриншот, если нужно. И смело сравнивать с другими моделями. Едем дальше. Спереди Redmi 8 выглядит достаточно обычно. Сверху каплевидный вырез, аккуратный и обтекаемый. Мне нравится. Там расположилась фронтальная камера, датчики освещенности, приближение и разговорный динамик. Кстати, в этой модели убран светодиодный индикатор событий, что меня, честно говоря, расстроило. А вот в нижней части лицевой стороны надпись Redmi совсем портит впечатление. Дело в 2019 году надписи на передней части смартфона, мягко говоря, моветон. Ну да ладно. На грани справа есть кнопка питания и клавиши управления громкостью. Слева слот по 2 сим-карты, nano sim и microSD. Совсем все просто и обыденно. А вот тыльная часть – главная особенность данного смартфона. Выглядит этот девайс просто потрясающе. Особенно в красном и синем цвете. Такого красивого обмана зрения я давно не встречал. Со стороны – абсолютное ощущение переливания цветного металлического корпуса. Ну а вернемся в реалии. Этот смартфон чуть дороже 100 баксов. Красивая, чуть-чуть скрипучая пластмасса. Вот что вы получаете. По центру вертикальный блок на продолговатой черной полоске. Там две камеры – сканер отпечатка пальцев и вертикальный логотип. Такой же, как спереди. Кстати, разблокировать телефон можно не только отпечатком, но и лицом. Но это далеко не Face ID. Чем ярче, тем быстрее работает. В полной темноте не работает совсем. Прикладывайте палец или вводите пароль. А вот сканер отпечатка пальцев, хоть и бюджетный, но если приловчиться, работает просто на убой. Никаких претензий. А вот снизу расположили музыкальный динамик, микрофон, порт Type-C, что очень радует для такой бюджетной модели. И порт на 3,5 миллиметра. Пока юзал новый гаджет, сделал вывод, что к расположению клавиш вопросов нет. А вот сканер расположен прямо под камерами. И порой промахиваясь, можно заляпывать один из модулей. Хотя в целом прикладывать удобно. Татчик срабатывает быстро и схватывает так, как нужно. Отвык я своей сойди от такого, но черт побери, реализовали для бюджетника, все толково. Теперь немного про дисплей. Диагональ 6,22 дюйма. Соотношение сторон 19,9. Не совсем стандартное, но приемлемое. IPS матрица с разрешением HD+, 1520 на 720 пикселей, 270 ppi. Глаза в общем не режет. Да, высокой четкости конечно нет, но все вроде бы неплохо. Для бюджетного сегмента яркость высокая, и углы обзора тоже допустимые. И меня это более чем устраивает. Автояркость справляется на ура. Дисплей может включаться двойным тапом по экрану, и лично я этим постоянно пользуюсь. Немного о начинке. Внутри Qualcomm Snapdragon 439. 8 ядер Cortex-A53. 2 с максимальной частотой до 1.95 Гц и 6 с частотой 1.45. В наборе ускоритель Adreno 505. При таком процессоре, на мой взгляд, даже младшей модели с 3 гигабайтами оперативной памяти вполне достаточно. Кстати, карты памяти Redmi 8 поддерживает до 512 гигабайт. Хотя я не думаю, что кто-то в него установит такую махину. Теперь немного про игры. Тестировал я три игры. Asphalt 9. World of Tanks Blitz. И конечно же PUBG Mobile. Заострять внимание на конкретных проработках по играм я не буду. Скажу лишь следующее. Смартфон особо не грелся и справился в принципе со всеми тремя играми. Комфортнее всех мне было играть в танки. Прикинь, я сейчас зашел в танки, мне сливать нельзя. Для обзора для обзора, сливать-то нельзя. Продавайте почту. На средних настройках ни лагов, ни просадок, все просто отлично. С асфальтом тоже без особых претензий. Катаемся, кайфуем, управляем и не паримся. А вот PUBG немного подлагивал на средних настройках. Ну и это очевидно. Но товарищи школьники и студенты, ставим минимальные настройки и кайфуем, никаких проблем. А теперь давайте перейдем к камерам. Основная камера состоит из двух модулей. На 12 мегапикселей, диафрагмой 1.8 и вспомогательным датчиком глубины на 2 мегапикселя. Днем на этот смартфон можно сделать вполне себе удачные фотографии. Причем с режимом HDR мне они заходят гораздо больше. Ночью фотографии куда слабее. Но чему тут удивляться при цене плюс-минус 9 тысяч рублей. Кстати, в Redmi 8 есть даже портретный режим, который может блюрить фон не только за человеком, но и за предметом. Меня это не смогло не порадовать. А вот видео мне что-то вообще не зашло. От слова совсем. Посмотрите сами. Ну не мое и все тут. Блекло, плавает как-то, снимает Full HD и 30 фпс. Среднее. Давайте просто на этом остановимся. Фронталка на 8 мегапикселей обладает очень широким углом. Что ж, ребята, а сейчас работает фронтальная камера бюджетного Redmi 8. Я специально делаю много таких движений, чтобы понять, насколько она держит картинку, как работает стабилизация, какой пишется звук и вообще, какое качество его дает. Что ж, а это была фронтальная камера. Ну и, собственно, все. Особо хвастаться нечему. Теперь совсем немного о звуке динамиков. Все очень хорошо. Это, конечно, не топовый флагман и далеко не Motorola E3098, но даже при высокой громкости все очень приемлемо. Уши не режет, в окно выйти не хочется. Передать звуки сложновато, но да ладно. В общем, как-то так. Батарея тоже порадовала. Давно ли вы видели в шустреньком смартфоне с неплохим дисплеем 5000 мАч? Так что два дня без подзарядки возьмите и кайфуйте. Возможно, и все три протянете, если и сильно насиловать не будете. Причем, так как в модели есть порт Type-C, вы сможете использовать мощность до 18 Вт. Но в наборе зарядник всего на 10. При этом средняя скорость зарядки составит около 3 часов. Что ж, ну а теперь пришло время ответить на главный вопрос. Стоит ли покупать в 2020 этот гаджет? Конечно же, да. За такие деньги, по мне, это просто находка. По сути, у меня вопросы только к камерам. Остальное все вообще без претензий. Особенно, если вы дождете распородаж, то младшую версию можно ухватить вообще тысяч за 7,5. Хорошая автономность, яркий дизайн, Type-C. Что вам еще нужно? В общем, Redmi 8 просто отличный выбор для любителей бюджетного сегмента. Ссылку на официального продавца Xiaomi я оставлю в комментариях. Разберетесь, надеюсь. Ну а мне остается с вами попрощаться. Ставьте лайк, если понравилось видео и подписывайтесь на канал. Буду стараться радовать вас качественным контентом чаще. С вами был Козырев. Удачи вам и отличного настроения.